Свет Валаама Пропустить это событие нельзя. Хор известен, я его несколько раз слушала прямо в Аллаамском монастыре, как-то складывались обстоятельства. И каждый раз, они там поют же очень мало во время, не на службе, а в концертном варианте. И каждый раз думаю, где бы мне послушать полностью программу. И вдруг такая радость, они приезжают к нам в Рязань. Хор профессиональный и хор, который сохраняет все традиции древнерусского певческого искусства. Они исполняют все. От самых сложных знаменных распев до портесного концерта. Не знаю, что будет сегодня в программе, но в любом случае это приятное ожидание. Хор Валаамского монастыря начал активную гастрольную деятельность лишь в этом году. Довелось ему выступать и на российской военной базе в Сирии. Наш коллектив благословили поехать на русскую базу в Сирию. И мы там спели духовно-патриотическую программу. И после этого мы уже сразу на самолет сели и первый концерт в Коломне, в Подмосковье мы выступили. То есть действительно был концерт такой для наших людей, которые борются сейчас с терроризмом в далеких местах от нашей родины. Но все мы понимаем, какая опасность находится рядом с нами в какой-то степени. Поэтому мы там были. ПЕСНЯ В хоре поют люди, связавшие свою духовную жизнь с православной обителю Навалаами. Но это не единственное, что объединяет исполнителей. Все они – выпускники лучших музыкальных учебных заведений страны и могли бы составить честь любым академическим хорам. Руководит коллективом лауреат международных конкурсов Александр Бордак. В программе, которую артисты привезли в Рязань – духовные церковные произведения, древневыламские распевы, обработки старинных мелодий, пасхальные произведения, песни русских и советских композиторов. Весь этот разножанровый репертуар объединяет темы жертвенности, основополагающие в христианстве. Поэтому песни военных лет приобретают в исполнении хора особую глубину. Так как тема жертвенности в христианстве – это основополагающая тема, поэтому темы времен войн всегда у нас звучат в концерте. Хор сначала состоял из братьев монастыря, но благодаря приглашенным музыкантам и повышению уровня исполнительского мастерства быстро стал профессиональным. Могу сказать, что когда мы приезжаем в небольшие города, то отклик людей настолько трепетный и искренний, потому что к ним не часто заезжают высокого класса музыканты. И поэтому для многих это действительно как такой подарок, что есть возможность у них, тем более у нас социальные концерты, многие группы людей могут прийти, не все могут позволить себе купить билет. Поэтому здесь нам очень дорого, что мы можем оказаться не только в ключевых городах нашей страны, но и в небольших, где население достаточно небольшое. Но, пожалуй, главный успех популярности хора – это та искренность, с которой поют вокалисты. На самой высокой точке Валаама, колокольни Спаса Преображенского храма, всегда горит яркий свет. Он служит маяком для проходящих кораблей, так и духовный свет Валаама светит людям, которые приезжают помолиться или посредством концертов хора соприкоснуться с Божьей правдой. Такими словами начинается программа знаменитого хора. Дмитрий Соколов, РВТВ